В 1993 году Конституция Российской Федерации закрепила самостоятельность местного самоуправления. С течением времени федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления совершенствовался и расширял полномочия муниципалов. Как сегодня живут поселения региона, какие решения принимают, обо всем об этом мы поговорим сегодня с главой телевизорчного сельсовета Александром Чурсановым. Это актуальное интервью. Александр Павлович, здравствуйте. Добрый день. 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Позвольте вас поздравить с этой датой. Как говорится в президентском указе, новая дата в праздничный российский календарь была введена в целях повышения роли и значения Института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Как вы считаете, изменилось что-то с принятием такого праздника? Ну, конечно, изменилось. То есть, вообще, казалось бы, праздник молодой. Прежде всего, конечно, я хотел тоже поздравить всех своих коллег с этим праздником. Граждан, которые непосредственно принимают участие в организации местного самоуправления, ветеранов муниципальной службы, да, кто сейчас уже не работает с этим праздником. Празднуем мы праздник совсем недавно, но, в принципе, история у него, ну, если брать историю России, тоже молодая, но все-таки такая уже, как бы, можно говорить об этом празднике, как об общероссийском празднике. А для чего, как вы считаете, местное самоуправление необходимо? Какое значение ему сегодня придается? Ну, местное самоуправление, все-таки у нас, во-первых, территория Российской Федерации, она очень обширная. И органы местного управления — это непосредственно те люди, которые решают проблемы на местах. Проблемы на местах, проблемы насущные, проблемы с жильем, с инфраструктурой. То есть это, ну, это вот самый близкий уровень власти к населению. То есть, ну, не зря еще Екатерина II, да, в 1785 году жалованную грамоту городам, так скажем, дарила. Почему, кстати, мы празднуем праздник 21 апреля, да, президент Путин именно эту дату выбрал. Ведь именно 21 апреля 1785 года Екатерина подписала этот указ. Далее, конечно, там были уже реформы и Александра II, это и городская реформа, это и земская реформа. В общем-то, в тот момент местное самоуправление развивалось. Но после революции 1917 года, после Конституции 1918 года, все-таки о местном самоуправлении тогда, так скажем, забыли, да, все-таки там были рабочие депутаты, крестьяне и так далее, вот, и вспомнили это уже только в виде 80-х годов. Ну и вот, как вы сказали, в 93-м году, это уже когда образовалось уже российское государство, новое государство, была принята Конституция, и в Конституции были закреплены как раз основы местного самоуправления. То есть, ну, на сегодняшний день это, ну, это очень значительная работа людей. То есть, это работа не только, многие, да, представляют, что местное самоуправление, это вот администрация, это совет депутатов и все, нет, это вообще права граждан в первую очередь, да, это не права администрации, а местное самоуправление, это права граждан. И в зависимости от того, какой способ осуществления этих прав они выбирают, это референдум может быть, это может быть так называемые ТОСы, да, это территориальное общественное самоуправление, которое, кстати, сейчас также развивается на территории округа. В большей степени, конечно, это в городе развивается. Вера Авенировна, Дроздова этим занимается. И сейчас, как бы, на территориях муниципальных образований, так скажем, этот тренд продвигают. Вот, я знаю, что в Пустозерском сельсовете, в населенном пункте Хангурей ТОС действует, в Архангельской области очень распространено это явление, то есть люди непосредственно сами занимаются благоустройством, то есть, ну, вот обустраивают свой быт, так скажем. Вот, что касается местного самоуправления нашего региона, Ненецко-автономного округа, да, мы знаем, что у нас 19 муниципальных образований, которые входят в состав муниципального района, Заполярный район, за исключением одного населенного пункта, это столица нашего округа, город Наринмар, то есть у него особый статус, это городское поселение. Остальные вот 19 муниципальных образований, включая рабочий поселок Искателей, входят в состав Заполярного района. Ну, это 42 населенных пункта, это 19 глав, это 19 представительных органов местного управления, да, я говорю о советах местных. То есть, ну, работа это каждодневная, работа это непростая, работа это интересная, то есть, ну, это хорошо, когда люди принимают непосредственно участие, то есть, вообще у нас, как в России, в принципе, да, в большинстве муниципальных образований, ну, вот, форма участия граждан в местном самоуправлении, это выборы. То есть, вот они выбрали главу муниципального образования, предположим, они выбрали совет депутатов, вот, и, как бы, вот эти органы, они непосредственно участвуют в организации жизни на местах. Вообще, очень удобно на примере нашего региона, раз, говорить о местном самоуправлении. Давайте поговорим о, на примере вашего муниципального образования, телевизорочного сельсовета, вот вы уже упомянули об участии граждан в местном самоуправлении. На примере вашего муниципального образования, чем жители вашего муниципалитета занимаются, как они проявляют себя в этом направлении? Ну, да, ну, те формы, которые имеются в Конституции, да, формы участия граждан в организации местного самоуправления, кроме этого, мы не сказали о том, что в 2003 году был принят закон об общих принципах местного самоуправления, то есть, это вот, так сказать, если по иерархии идти, да, вот Конституция, там закреплены общие такие термины, база. Далее идет закон 131, в котором как раз понятие есть, то, каким образом граждане участвуют в организации местного самоуправления. Вот. Далее, конечно же, это уставы муниципальных образований, где закреплены эти формы. Что касается нашего муниципального образования, то жители у нас достаточно активные, да, то есть, ну, в первую очередь, это, конечно же, выборы проходят у нас. Последние выборы были в 2015 году. Кроме этого, у нас есть различные объединения граждан, то есть, там и Совет ветеранов есть у нас, Союз женщин России есть. У нас в Тельвийске действует под началом Галины Александровны Дуркиной, клуб делового общения, куда входят руководители. То есть, жизнь на селе, ну, вот вообще задача любого руководителя на селе, это в первую очередь советоваться с жителями. Получать обратную связь. Получать обратную связь. То есть, в этом случае ты будешь знать о проблемах, как их решать. Вот в настоящее время по Тельвийске мы прорабатываем вопрос создания общественного совета. То есть, те решения, которые, да, ну, вот в современных экономических условиях, они бывают не очень популярны, эти решения. И понятно, что глава может там прийти на, скажем, там, на отчет на свой, да, рассказывать. Это одно. А когда, допустим, ты при появлении какого-то новшества, да, там, в сфере ЖКХ, в сфере строительства, в сфере транспорта, ну, неважно, в сфере вообще любой отрасли жизнедеятельности, когда возникают какие-то спорные вопросы, то, собрав ты этот общественный совет, обсудив с уважаемыми людьми, а туда могут входить и молодежь, и спортсмены, и ветераны, и так далее. То есть, проще затем общаться с народом вообще. То есть, тебя будут лучше понимать. И это основная задача. Вообще работа, она, да, вот, как я говорил, что местная власть, органы местного самоправления, они, вот, так скажем, вот, ближе всего расположены к народу. Вот. Бывает, вот так вот общаемся, предположим, с коллегами из госструктур, да, там, ну, ни для кого не секрет, там бывает, допустим, время приема есть определенное, да, то вот в администрации муниципального образования, вот, допустим, ну, вот, я думаю, что в любой администрации на территории нашего округа кабинет, допустим, главы, он с полдевятого утра до полшестого вечера, он всегда открыт, кроме этого, телефон постоянно работает. Вот. Мы даже пробовали предыдущий глава, Владимир Сергеевич Кожевин, кстати, как раз благодаря ему я пришел в местное самоправление в 2011 году, в Тельбисочный сельсовет, и работал там. Вот. Мы с ним пробовали как-то даже по субботам проводить личный прием граждан по вопросам, ну, вот это казалось абсолютно невостребованным. Вот. Буквально там два человека пришли, и потом просто ходить перестали, потому что, ну, вот это говорит о том, что власть, в принципе, на местах, она доступная. То есть такая обратная связь, это дает местное самоуправление, в том числе, вот, общение с жителями, именно получение обратной связи. Да, да. Мы поговорили об одной стороне местного самоуправления. Вторая – это вы выступаете как проводник между жителями своего муниципалитета и властью окружной. Какие решения вы можете принимать? Какие полномочия есть у вас на листах? Ну, в первую очередь, да, как я говорил, полномочия органов местного самоуправления, того или иного уровня, да, они прописаны в 131-м федеральном законе, затем они прописываются уже в уставах муниципальных образований. Это те полномочия, конкретно на которые можно закладывать деньги в бюджете, да, это те полномочия, которые мы можем исполнять. Был закон, всем известный, 95-й окружной закон о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами госвласти. Вот. Закон органами госвласти. Вот. Закон неоднозначный, но, допустим, есть граждане, которые говорят, ну, вот реплики такие сейчас бывают, что полномочия у органов местного самоуправления, у местных администраций забрали, чем они теперь занимаются, то есть, ну, зачем они вообще нужны. А на самом деле, вот, я скажу, это абсолютно не так. И те полномочия, которые у нас сегодня есть, непосредственно наши полномочия, там, и по составлению бюджета, там, по пожарной безопасности, предположим, по проведению культурно-спортивных праздников и так далее. Полномочия, которые перешли на уровень субъекта округа, мы также непосредственно принимаем участие в их реализации, только уже совместно с органами государственной власти. Вот. Поэтому местные администрации, они могут решать абсолютно любые вопросы, что касается непосредственно жизнедеятельности населения, то есть качества среды, да. Даже, вот, о чем я говорил, даже если полномочия не относятся к администрации, то глава муниципального образования, председатель, допустим, совета депутатов, любой депутат, они вправе обращаться в органы госвласти. Мы входим также в различные рабочие группы по развитию жизни населения. То есть, ну, по большому счету ничего не изменилось. Как вы считаете, вот, если бы не было местного самоуправления, если бы муниципалитеты не были наделены вот этими полномочиями, правами, как бы тогда развивались поселения? Ну, я думаю, что поселения бы тогда не развивались, если бы не было органов местного самоуправления. Ну, вот, я о чем говорил? 19 муниципальных образований. Это 19 глав муниципальных образований. Это аппараты, так скажем, муниципальные служащие, это советы депутатов. В некоторых муниципальных образованиях есть председатели, это освобожденные должности. Но это населенные пункты, вернее, муниципальное образование с населением выше тысячи человек. А есть, допустим, вот в Сельдесочном сельсовете, сегодня у нас три населенных пункта. Макарова, Тельвиска и Устья. Тельвиска — это административный центр. И даже на уровне, так скажем, маленького муниципального образования нашего и округа, если взять, в округе есть губернатор, в муниципальных образованиях есть глава муниципальных образований. А вот в муниципальном образовании, допустим, в Тельвисочном есть глава муниципального образования, а в Тельвиске он сидит, там есть администрация. А вот в Макаровой Устье есть администраторы, раньше их называли старостами. То есть это, получается, помощники главы. То есть глава не может, допустим, каждый день выезжать на территорию и видеть эти проблемы. Но староста, администратор в любой момент, он может позвонить, сказать, что у нас есть такая-то проблема, ее необходимо решить. Поэтому роль органов местного самоуправления на территории Ниньского автономного округа, Российской Федерации, она очень велика. И без этих органов, я думаю, что это будет анархия, и развитие вряд ли получится. Потому что, предположим, необходимо построить в Шойне какой-то объект. Для того, чтобы построить, необходимо провести изыскание, земельный участок. Просто нужно посмотреть, где его строить. Не подтапливаем территорию это. И вот представьте себе, если нет органов местного самоуправления на местах, из округа придется лететь в Шойну на вертолете, на самолете, предположим, специалистам, там, да, самолетом летает раз в две недели. То есть связи это не будет, и да, может быть, развитие будет, но оно будет настолько растянуто. То есть не будут обратные связи, опять же, округ и муниципальное образование. Таким образом. А теперь хочется поговорить о роли местного самоуправления в экономических условиях. Вы уже помянули о том, что на вас лежит обязанность по составлению бюджета своего. То есть это большая ответственность. Вы отвечаете за качество жизни. Вот расскажите об этой стороне вопроса. Что входит в обязанности муниципалитета, я имею в виду, на что вы направляете собственные доходы? Собственные доходы мы прежде всего, конечно же, направляем сегодня, вот на сегодняшний день, это на благоустройство территории населенных пунктов, культурная жизнь, то есть проведение праздников. Не всех, конечно, те праздники, которые входят в программу Ненецкого автономного округа. Там, понятно, деньги закладывает уже субъект. Кроме этого, мы тратим деньги на обеспечение мер противопожарной безопасности. По полномочиям, которые нам по соглашениям передает район, мы тратим деньги на предупреждение, прежде всего, о чрезвычайной ситуации на местах. Кроме этого, у нас есть субсидии, которые идут на различные сферы жизнедеятельности населения, то есть на возмещение затрат, допустим, по банным услугам. До декабря 2015 года это было водоотведение. Но, конечно же, основа, основ это качество жизни населения. И с этой целью создаются на местах муниципальные предприятия. Вот у нас есть муниципальное предприятие, это муниципальное казенное предприятие «Энергия». Они как раз занимаются услугами предоставления общественной бани населению. Они занимаются управлением жилфондом, то есть это дома обслуживают. Сейчас, конечно, мы ведем работу и хотим, чтобы у нас в скором времени появились дороги на территории села. То есть это тоже проблема большая, понимаете. Вот даже сейчас весна, снег тает, лужи, тяжело ходить бабушкам, тяжело ходить людям. И пока сделать ничего не можем, потому что дорог нет. И, в принципе, мы туда вкладывать деньги не можем, потому что нецелевое использование бюджетных средств. Но, я думаю, в скором времени эти дороги появятся, и мы будем их чистить. Мы очень ждем дорогу с города Наринмара, потому что у нас есть ряд проблем, которые в скором времени появятся. Я не буду озвучивать эти проблемы, но нам предстоит их решать. Нам предстоит их решать совместно с органами госвласти. И, ну, я думаю, что все будет нормально. Я думаю, что все будет нормально. То есть на вас, как на голове, лежит обязанность по распределению, по правильному распределению средств? Верно. Необходимо распределить их так, что в течение следующего финансового года не получилось такой истории, что возникнет необходимость финансовых средств, а ты их не запланировал. То есть тут уже сложнее. Хотя, да, есть право у нас и представительного органа, это совета депутатов, может быть, там какие-то передвижки делать, но это не очень удобно. То есть необходимо планировать. Это то же самое, что планирование по 44-му федеральному закону. То есть необходимо предвидеть, что у тебя произойдет через год, через два, с какими ты проблемами столкнешься. Необходимо заранее эти вопросы опять же решать с органами госвласти, решать с населением, прощупывать все эти ситуации, чтобы потом не получилось, как скажем, нехорошо. Опять-таки значимая роль местного самоуправления. Как раз таки в этом. Это напрямую. То есть, ну, о чем можно говорить? Да, вот если глава на месте, предположим, вот сегодня он видит, что у него через два года появится такая проблема. Ведь, допустим, в администрацию округа специалисты, там отделы, департамент, он же не может этого предвидеть. То есть это необходимо ехать на место. А у нас 42 населенных пункта, у нас нет железных дорог, нет автомобильных дорог, это нужно лететь, это затратно. Да и просто, когда специалист уезжает, он уже выезжает, допустим, с округа уже в связи, ну, необходимо какой-то объект посмотреть, что-то оценить. Вот, поэтому роль администрации, роль главы заранее, да, то есть принять применитивные веры, направить письма, запросы. Ну, кроме этого, провести работу там по составлению проекта с метной документацией, то есть, ну, работа, она очень интересная. Единственное, что на сегодня у нас, допустим, в штате администрации всего два муниципальных служащих осталось. Вот, и помимо этого есть еще специалисты, которые за муниципальной службой, но очень много времени занимает, допустим, ни для кого не секрет, очень много электронных порталов различных, там, газуправление, ГИС, ЖКХ, торги, то есть, это, это очень огромный пласт работы. И специалисты на местах на сегодняшний день, допустим, вот, если составить таблицу, кто чем занимается, то человек может заниматься, допустим, пожарной безопасностью в то же время, он может заниматься в то же время торгами, а вы представляете, это какой уровень ответственности, то есть, там штрафы просто глобальные. Вот, кроме этого, он может заниматься, там, административной комиссией вести, комиссию по благоустройству вести, да, то есть, кроме этого, приходят заявления, там, что бегают собаки, ему еще этот вопрос надо решить. Вообще, органы местного управления такие универсальные солдаты, понимаешь? Да, абсолютно, то есть, нужно подготовиться к паводку, да, там, нужно потушить пожар, проблем нет, нужно организовать похороны, допустим, бывает такое, да, нет родственников, тоже нет проблем, нужно помочь, нужно составить, приходят люди, допустим, вот, нужно составить договор, помогите, пожалуйста, составить договор о купле-продаже автотранспортного средства. По идее, это же как бы, ну, это не обязанность, да? Органов местного самоуправления. Ну, делаешь, помогаешь, без проблем. Тесная связь, да, житель, муниципалитет, очень тесная связь. Абсолютно тесная связь. С любым вопросом идут в муниципалитет из-за главе. С любым вопросом идут, да, там бывают такие вопросы, что, ну, вот, они бывают очень личные вопросы, да, люди бывают, просто приходят поговорить, вот, как психологу к тебе, вот, рассказать какую-то тайну, попросить помощи, вот, вот, хотя они даже, сами люди знают, что, да, вроде бы это администрация. У нас, наверное, да, у людей вообще есть такой стереотип, да, администрация, это сидит такой дядька там с печатями, вот, ну, и как бы к нему только по делу можно ходить. По вопросам. Нет, сейчас органы местного самоправления, это абсолютно разносторонние люди, это специалисты, и вообще это школа местного самоправления, люди, которые там работают, специалисты, я думаю, что они проходят огонь, воду, медные трубы, вот, и поэтому им есть за что сказать спасибо. Огромный пласт работы, вот, все, что вы перечислили, есть проблема нехватки кадров именно у специалистов в муниципалитете, которые работают? Конечно, есть эта проблема, ведь для того, чтобы воспитать специалиста, муниципального служащего, да, предположим, это нужен не один год, ведь нет такой, допустим, специальности в вузах там, да, специальность муниципальных служащих, которые будут заниматься, ну, вот, разными вопросами, нет такой, да, специальности, есть конкретная специальность, юрист, допустим, там, экономист, там, неважно, вот, поэтому, что человек, когда приходит на службу, на муниципальную, я сам, когда пришел на эту службу, я сначала, у меня волосы шевелили, то есть там просто, мне принесли там лотки с документами, там, с обязанностями, с регламентами и так далее, вот, я сидел, думал, ну, как этим можно заниматься, то есть... Ну, со временем, ты понимаешь... С опытом, все пришло. С опытом, что это такое, как это, кому позвонить, посоветоваться, необходимо также звонить, и есть ветераны муниципальной службы на местах, с ними советуемся, как в этой ситуации поступить, как сделать так, бывают очевидные вещи, да, но ты сделаешь, а человека ты обидишь, вот, а если ты человека обидишь, как бы, ну, тоже нехорошо, поэтому советуешься, ты, бывает, делаешь ущерб себе, но все равно потом это возвращается, то есть люди тебя благодарят за это. Понятно, что всем ты, как бы, не будешь мил, но главная задача, чтобы на селе, в деревне, ну, неважно, да, в муниципальном образовании, людям жилось хорошо. Не всегда это получается, но мы стараемся. Александр Павлович, давайте теперь поговорим о планах по развитию вашего муниципалитета. Планов много, вот, есть планы те, которые должны решить проблемы, которые возникнут, я опять же, да, повторюсь, в ближайшее время, мы будем их решать, и на уровне округа мы уже рабочей группой собирались, эти планы обсуждали. Мы очень ждем школу на 100 мест в селе Тельвийское, потому что та школа, которая на сегодняшний день, она очень старая, и она уже в аварийном состоянии. Да, внутри вроде тепло, уютно, но это только за счет опять людей, которые там работают, за счет завхоза, это за счет директора. Вот, мы ждем мост. А какие перспективы по вводу в эксплуатацию школы? Перспективы по вводу в эксплуатацию школы, вообще объект должен быть сдан в августе 2017 года, но на сегодняшний день подрядчик, строитель, они идут с опережением сроков строительства. То есть сегодня это уже есть стены, это уже есть окна, это есть крыша, это уже утеплителем обшивает школу. Она будет, как уже люди говорят, далее. Может быть, не все, но кто-то уже говорит, что это будет апельсин, да, как в городе по аналогии. Вот, поэтому я думаю, что в сентябре 2017 года дети пойдут в школу. Школа на 100 мест, вот, сегодня у нас в школе более 80 человек. Но опять же мы понимаем, что если построят мост на Тельвийску, а мы знаем, что там участки уже распределены, они в аренде, либо в собственности у граждан, и многие ждут, не начинают стройку, ждут, вот что будет. Да, если мост появится, то Тельвийск будет ближе, чем рабочий поселок Искатель. А места там очень красивые. У нас есть газ, у нас есть электричество, недорогое от Наринмарской электростанции. Вот, кроме этого, необходимо, конечно, сейчас развивать сельское хозяйство. Вот, я думаю, что в любом случае Нинская агропромышленная компания построит у нас ферму. У нас сегодня есть и молодые люди, которые стремятся развивать сельское хозяйство. Непосредственно у нас в администрации работает водитель Григорьев Александр. Они с женой Ириной сейчас занимаются фермерским хозяйством. Он выиграл грант, то есть округ предоставил ему деньги. В ближайшее время у него появится земельный участок. Сегодня у него уже есть две коровы, у него есть теленок. У него недавно, он привез инкубатор, у него недавно появились на свет 100 гусей. У него есть куры, у него есть кролики. Богатые хозяйства. Но он не боится этим заниматься. Да, он просыпается там в полпятого утра, да, он ложится в 11 часов вечера. Кроме этого, он еще работает водителем. А водитель в администрации, так слову говоря, да, вот он тоже муниципальный служащий, он ездит не только на машине, да, по городу возит, допустим, там, чиновник или руководителя. Он, кроме этого, ездит в летнее время на лодке, в зимнее время на снегоходе. Вот представьте себе, да, и ремонтирует сам эту технику. Вот, поэтому мы его поддерживаем всячески. Будем поддерживать его. Я думаю, что у нас еще люди появятся, которые будут этим заниматься. Сегодня и руководство говорит, что необходимо развивать и овощеводство, тоже вращивание картофеля, потому что это тоже, так сказать, продовольственная безопасность нашего региона. Все-таки мы завозим, да, всю эту продукцию с соседних регионов. Вот, поэтому с Макарова у нас тоже, ну вот, на сегодня очень жалко, конечно, и обидно. Красивый населенный пункт, но сегодня там нет молодежи совсем, вот, потому что нет работы. Ферма в свое время уже закрылась. На сегодняшний день там есть только дом культуры, там есть школа, сад, есть ФАП, но рабочих мест нет. Многие, наверное, стремятся уже в Телевиску переехать. Не только в Телевиску, у нас специфика вообще, муниципальное образование какая? Многие молодые люди, да и не только молодые люди, очень много людей работают в городе. Очень много людей работают. У меня жена работает в городе. Я ее возил в город, да, там, она работает бухгалтером, вискателем. Привыкают. У нас специалист, допустим, есть в администрации сейчас, который занимается, так скажем, силовой блок такой, да, там, пожарная безопасность. И он же будет торгами заниматься, сейчас он проходит обучение в городе Наринмаре. Вот мы с ним созваниваемся, он говорит, Александр Павлович, там вообще такой прямо сложный, это вся специфика. Я говорю, ну, это нужно заниматься на самом деле. Вот, так вот он живет в городе, но ездит на работу в Телевиску. То есть вот, видите, как бывает. Вот, конечно, хотелось бы развивать Устье в плане туризма, да, там все-таки Пустозерск рядом. Там, я думаю, что это все со временем придет. Мы ведь надеемся, что этот кризис, да, все эти санкции, цена за баррель нефти, все это когда должно пройти. Не одним днем живем, то есть, может быть, это десяток лет, может, пятнадцать, но в любом случае люди-то всегда будут жить на этих территориях. И качество жизни должно расти. Большие и хорошие планы у вас, Александр Павлович. Желаю вам удачи, спасибо за интересную беседу. Это было актуальное интервью. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok